Дорогие мастера, всем привет! Сегодня с вами я Татьяна Ташута и обзор на торговую марку Ташута. По многочисленным просьбам сегодня хочу рассказать вам немного больше информации о клее. Это не только то, что касается моей торговой марки, это то, что касается каждому мастеру, что необходимо знать для того, чтобы подобрать для себя идеальный клей. И сегодня мы с вами рассмотрим эти критерии. Сегодня у нас с вами мега интересная тема, как подобрать для себя клей. И хочу развеять все стереотипы, которые существовали у вас до этого. Давайте не будем привязываться к тому, что клей у нас разделяется для начинающих мастеров, для мастеров среднего уровня и для мастеров-профессионалов. Забудьте полностью эту информацию. Сейчас у нас на дворе 21 век. Каждый из мастеров уже настолько стали опытные и все знающие, все понимающие, что выбор клея должен отталкиваться абсолютно не при выборе этих критериев. Перед тем, как я сделаю обзор на свою торговую марку и вы выберете для себя самый лучший фаворит, я вам расскажу, от каких критериев должен отталкиваться мастер. Итак, забыли, забыли, совсем забыли то, что клей разделяется для начинающих мастеров среднего уровня и на мастеров уже с опытом. Давайте теперь серьезно подойдем к этой теме. Первое, одно из самых важных, что будет, это какой вид наращивания планирует выполнять мастер. То есть вы должны обратить внимание именно на это. Второй момент, средняя скорость работающего мастера. То есть мастера бывают с разным уровнем скорости. И это не зависит от того, мастер год работает или полгода. Бывает такое, что мастер, который работает полгода по темпераменту, гораздо быстрее, чем тот мастер, который работает год. Это все зависит от самой физиологии человека, от темпа его жизни и разных привычек. И одно из самых важных, очень важных, это условия в помещении, в которых работает мастер. Милые мастера, у нас есть три пункта, которые мы сейчас с вами разберем. Для того, чтобы вы для себя сделали идеальный выбор. Идеальный выбор клей. Первый пункт, который мы с вами рассмотрим, это вид наращивания. То есть тот вид наращивания, который выполняет мастер. Либо это классическое наращивание, либо объемы 2-3, либо Голливуд и Мега. Насколько это важно? И смотрите, если мы выполняем классическое наращивание, соответственно, ресничку у нас набирается небольшое количество клея и он быстренько фиксируется. Если мы выбираем объемы, вне зависимости от скорости клея, в любом случае, между пучками будет набираться больше капсула, большее количество клея. И при фиксации это уже будет занимать немного больше времени. Соответственно, чем больше мы выбираем объемы для работы, тем лучше нам использовать самые быстрые клея. Потому что эта капсула, которая большая набралась между нашими ресничками, необходимо, чтобы она срабатывала чуть быстрее. Чтобы при этом не захлопывались пучки. В то время, когда при классическом наращивании слишком большой смысловой нагрузки не несет скорость клея. А большую будет роль играть именно уже работа самого мастера, скорость работы самого мастера. И теперь мы переходим ко второму пункту. Это средняя скорость работы мастера. В чем она здесь заключается? Очень важен темперамент мастера. Бывают мастера достаточно медлительные. То есть это зависит от темперамента человека. А бывают такие быстрые, торопышки в руках, у них все летит, все горит. Они все быстро делают. Быстро макают ресницу, быстро выделяют, быстро ставят. Что еще здесь является одним из важных пунктов? На что будет влиять скорость работы и выбор клея? Это то, как выделяет мастер ресницу. То есть бывает такое, что мастера сначала выделили ресницу, затем макнули в клей и ставим. Подумайте, какой тогда лучше сюда выбрать клей? Конечно, тот, который работает намного быстрее. Почему? Потому что бывает вторая техника, либо, скажем, второй тип мастера, который сначала макает пучок в клей, либо сначала макает ресницу, и затем только занимается поиском натуральной ресницы. Соответственно, пока мы занимаемся поиском натуральной ресницы, наш клей на пучке начинает подсыхать, и время затягивается носки до нашей натуральной ресницы и постановки. И, соответственно, нам нужно взять клей, который работает немного дольше. То есть давайте теперь рассмотрим, в какой технике вы работаете. Если вы работаете в технике, сначала макаете ресничку в клей, потом выделяете и ставите, соответственно, вам надо выбирать клея, которые срабатывают немного медленнее. Хочу представить вашему вниманию. У меня в торговой марке есть два вида данного клея. Это клей профи, вот так вот он выглядит, который срабатывает в течение 1-2 секунд. То есть, соответственно, лучше выбирать мастерам, которые достаточно смедленно работают, то есть вы еще не работаете быстро. Почему? Я не хочу сейчас сказать, что это начинающие мастера, потому что бывают мастеры с опытом работы в 1 год, которые берут несколько клиентов в месяц, соответственно, опыт работы у него как бы вроде большой, но работает он тоже медленно, поэтому ему лучше выбирать медленнее клея. Итак, и второй клей это Black. На самом деле это достаточно быстрый клей, средний по уровню 0,5-1 секунда. Вот так вот он выглядит. Но если вы знаете, что скорость вашей работы достаточно медленная, для того, чтобы не осыпались ресницы и была хорошая носка, просто подберите для себя клей со средним уровнем. Следующее. Если вы работаете уже на мега объемах, на больших объемах, и скорость работы у вас достаточно быстрая, возьмите себе самого идеального и классного помощника. Это будет для вас выбор быстрого клея. У меня в торговой марке Tashuta есть два вида таких клея. Это магнит. И наша уже успешная, завоевавшая свое место на рынке, клей Bomb. Последний из пунктов, который мы с вами разберем, но он существует, далеко не последний. Я вам просто порекомендую в конце этого видео, какие вам необходимо пройти курсы, для того, чтобы вы нашли для себя свой идеальный клей. А сегодня я просто делаю для вас такие три небольшие подсказки, которые являются основным ключиком к выбору вашего любимчика. Итак, условия в помещении. Это, наверное, такая, всех катается за голову, ай-яй-яй, что делать? То у нас сухо, то у нас жарко, то у нас слишком влажно. На самом деле, каждый из клеев, каждый, имеет очень усредненный показатель. Влага, с которой мы должны работать, должна состоять от 45 градусов до 60 градусов. То есть, фактически для любого клея, вот эта влага в помещении будет идеальной. Купите для себя гигрометр и не мучите себе голову. Второй момент, это при условии помещения, это температура. Температура тоже имеет очень усредненные показатели. Некоторые клея работают неплохо с температурой 22 и где-то доходят до температуры 26. Опять же, один из важных моментов. Бывает такое, что у мастера уже есть гигрометр, у него уже налажено все с температурой, и все классно у него с влагой. Влага, например, у нас 50 и температура там 23. Все как бы казалось идеально для нашего клея, а он не работает. Он не работает именно по той причине, что ему недостаточно кислорода. То есть, ему необходим свежий глоток воздуха для того, чтобы ваш клей заработал идеально. Для этого вам нужно обязательно проветривать помещение. Также, возможно, вы обращали внимание, что когда вы капаете клей, у вас немножечко загустевает носик. Не забывайте, при том, как вы откручиваете клей, первую каплю вы не должны использовать. Первую каплю вы просто выжимаете ваш тюбик, вытесняя остатки старого кислорода, и только уже вторая капля, которая входит в контакт со свежим кислородом, она у вас будет работать очень хорошо. Еще один из важных и интересных моментов. Это о структуре нашей натуральной ресницы, потому что при выборе клея это тоже будет иметь весомое значение. Итак, ресница состоит на 97% примерно, усредненный показатель из белка и 3% из воды. Вот эти 3%, которые состоят из воды, вы обязательно должны делать хорошее обезжиривание ресницы, для того, чтобы ее полностью высушить. То есть в момент работы вам необходимо максимум удалить родную влагу из нашей натуральной ресницы. Тогда ваш клей будет работать идеально. Почему? Клей вытесняет кислород из соединения и заполняет его. Это очень важно, чтобы структура клея была жидкая. Если ваш клей имеет, например, густую структуру, он не будет полностью идеально прилегать к чешуйкам ресницы, и будут получаться воздушные подушечки между чешуйками ресницы. Если же ваш клей имеет очень жидкую структуру, вы забудете об этих всех мороках, у вас будет хорошая носка, клей будет хорошо облегать структуру натуральной ресницы, и у вас будет очень классная носка. Все клея, которые представлены у меня в фирме, они все полностью являются достаточно жидкими клеями. Почему? Потому что все клея, которые были густыми, они отходят сейчас в прошлое. Это старые клей-смола, которые набирались в большом количестве, имели слишком неприятные запахи, то есть мы от этого уходим. Сейчас я хочу, чтобы в мире ресниц наступила новая эра, потому что мастера уже становятся очень образованными, и большой доступ информации позволяет нам работать максимально качественно. Дорогие мастера, та информация, которая сейчас прозвучала, это всего лишь маленькая капля в море от того, что вам необходимо знать. Уже в январе и в феврале мы запускаем семинары, которые позволят вам максимально улучшить уровень своей работы. Исходя из большого опыта, я могу с вами поделиться и рассказать вам, как найти для себя идеальный клей, что необходимо сделать для того, чтобы у вас была шикарная длительная носка. Давайте копнем поглубже, найдем все подводные камни именно ваших, ваших недостатков работ. Приходите к нам на курсы, семинар называется «5 в 1», и вы полностью заполните все недостающие ячеечки в вашем багаже знаний. Всем пока-пока, до скорых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok